Всем привет! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции. Перевожу из официальных источников новостей здесь в стране на русский язык новости турецкие. Если вам интересно, что происходит в стране, чем живут люди, какие сплетни здесь среди местного населения, то вам на этот канал. Никакой претензии на профессиональную журналистику. Это просто мой личный блог. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь. Ну а мы с вами приступаем. Буквально в выходные были самые две большие новости, которые обсуждались параллельно. Это был огромный матч важный. Голдсарай и Фенербахче. К сожалению, Голдсарай проиграли в тот вечер. Фенербахче, к счастью, для кого-то выиграли. Проиграли они на своем стадионе. Почему важность была? Турки очень большие футбольные фанаты. И этот матч мог решить, кто же будет чемпионом Турции по футболу в этом году. Ну, соответственно, ничего не выяснилось. Откладывается это еще на несколько дней. Парочка недель вроде бы, да, там у нас остается. В общем, осталось буквально мало времени. Так что в следующих, я думаю, наших новостях из Турции вы увидите сюжеты, как турки будут праздновать все же победу какой-то из команд, кто станет чемпионом Турции по футболу. Как вы думаете, кстати, кто здесь живут местные, какие шансы и кто может стать чемпионом страны в этом году? Повторит ли Голдсарай два раза подряд? Очень интересно было бы. Или кто-то другой, например, Фенербахче. В общем, посмотрим, какой будет результат. А вторая новость, которая произошла параллельно, это, конечно же, крушение вертолета с президентом Ирана и министром внутренних дел, и также еще главного имама и сопровождающего из Азербайджана. Это, конечно, об этом трубили все новостные каналы. И это стало на следующий день уже в понедельник самая большая новостью здесь в Турции, которую обсуждали, конечно же, в околокультурных, светских кругах, политических. Журналисты абсолютно все об этом говорили. Очень много было реакции от президента. В скорости, когда произошло оповещение о том, что пропал этот вертолет, управление АФАД, это МЧС, Турции, отправлен был поисково-спасательный вертолет на поиски президента Ирана. Вертолет был необычный, он был с ночным видением. Также были на борту 32 спасателя-альпиниста. Бригада была этих сотрудников МЧС. Отправлено несколько автомобилей, вроде бы шесть, если точно, также со спасателями, со специалистами из Ван и Эрзурма. В Турции на следующий день, когда уже все установилось точно, что произошло крушение, был найден вертолет в останке, то был объявлен траур, приспущены флаги, и, конечно же, президент официально принес соболезнования всем погибшим. Теперь в случае возникновения ситуации, делающей неизбежной войну, восстания, бунты против республики, угрозы какой-то целостности страны, единства государства внутри страны или вовне Турции, президент теперь уполномочен объявить всеобщую или частичную мобилизацию. В стране, буквально прошедшей ночью, это новость, которая сейчас максимально обсуждается, указом Эрдогана был отменен устав о мобилизации военном положении. Вместо него вступил всего новый указ, который называется положение о мобилизации и военном положении. То есть теперь президент решает объявлять военное положение в стране. Это новость, которая произошла буквально прошедших несколько часов, если так можно выразить. Это новость вот этого утра сегодняшнего дня. Я стараюсь вам максимально свежие новости предоставлять, насколько это получается возможным. И эту новость, этот указ подписали ночью. И буквально два дня до этого тоже было очень важное заявление президента, которое в принципе в СМИ довольно-таки ускользнуло на него, не сильно акцентировали внимание. Так что ранее было заявление Эрдогана, он отметил, что необходимо бы заменить конституцию или некоторые ее пункты после военного переворота в Турции 16-го года и попытки, которая была буквально неделю назад, о чем мы говорили в прошлых новостях. По мнению президента, изменения в самом важном документе страны помогут предотвратить попытки переворота в будущем. Турция рассматривает возможность принятия своей собственной версии закона об иностранных агентах. Пакет, который ожидается к рассмотрению, будет представлен парламенту Турции где-то до конца этого законодательного года. Это где-то до 1 июля 24-го, то есть до каникул, на который парламент уходит. Что это будет за закон об иноагентах Турции? Он включает в себя поправку к законодательству, которое уже существует, но поправка это будет вводить уголовное наказание для так называемых иностранных агентов путем расширения определений термина «шпионаж». То есть, если ты иностранный агент в Турции, тебе им официально присвоили это звание, то повод тебя так назвать — это шпионаж. Также правительство много выступлений на эту тему было встревожено снижением рождаемости в Турции. Турция столкнулась с сокращением численности населения, несмотря на новые законы, какие-то выплаты, поощрения за рождаемость первых детей. Вот я вам рассказываю. В крупных городах сейчас вводится экспериментальная платформа. Это Измир, Стамбул, Анкара, когда мамы могут выходить, если не используют декретные какие-то выходные свои, или работающие мамы параллельно работающие, фриланс, например, они будут получать выплаты больше 300 долларов или евро в месяц. Какие-то компенсации, короче говоря. Раньше вообще скажу, что всякие материнские капиталы, выплаты и все прочие истории в Турции нет. Вообще нет. Тут и так неплохо раньше рожали, по три-четверо-пятеро детей. Последние, конечно же, годы статистика падает. Очень интересный график. Инфографика появилась на эту тему. Очень мы можем заметить корреляцию, что, конечно же, падала рождаемость, но она так планомерно, но резкое падение началось после ковида. Ну, конечно, у нас тогда, в принципе, в 2020 году и началась вот эта турбулентность с экономикой. Тогда сразу же, ноябрь-октябрь 2020 года, у нас уже тогда срезка с 7 лир-доллара скакнул на 14-15 внезапно, и вся вот эта эпопея у нас завертелась, закрутилась. Кстати, отмечу, что курс доллара последний месяц у нас стабилен. 32,25 турецких лир стоит 1 доллар сейчас. Это в среднем, смотрите, это же обменники и так далее, это официальный курс. И мы этому рады, потому что он вообще каждые просто 2 недели, месяц рост, рост, рост вверх. Сейчас стабилизировался, ну, потому что у нас и самые высокие, кстати, сейчас расскажу. У нас и недавно, месяц назад, поднимались процентные ставки для удержания этого роста, естественно. Соответственно, вся история работает. Сейчас взять кредит в государственном банке довольно-таки трудно. Не хотят давать кредит, отдавать деньги из казны. И в частных банках легко, но проценты просто нереальные. Соответственно, мое личное, это никакие-то не новости. Могу сказать, что чувствую, что вижу, что знаю. Очень много банкротится компаний, очень много знакомых, кто закрывают какой-то частный свой бизнес. Идет очень большое расщепление сейчас экономическое. То есть, средний класс все мы теряем, естественно. Уже давно как бы практически нет. Но этот процесс не останавливается. Если кто-то думает, что вот курс доллара он стабилизировал, сейчас в экономике будет у нас рост. Чем нам заявляют? Чем нам заявляют правительства? Но средний и малый бизнес, конечно, в тем продолжается так же, как и было. Банкротятся, крах идет. Маленькие предприятия не выживают. Потому что малый и средний бизнес закредитован. Потому что это всегда так. Тебе нужен оборот. Ты не всегда на свои заработанные деньги их кидываешь обратно в бизнес. Соответственно, ты берешь кредиты на товары, на производство, на сырье какое-то. То есть, у тебя там какая-то фабрика есть. И сейчас кредит на этой истории банкротится. Потому что у них не хватает оборот мощностей для того, чтобы просто обрабатывать свои кредиты. К этой же теме экономическое вирусились два видео. Торговцы демонстративно выкидывали из фургона своих персики в Мерсине. Также баклажаны. С словами о том, что пусть это тогда животные едят, а не люди. Дело в том, что у людей не у всех есть, скажем так, деньги приобретать. Нет у населения способности приобретать этот товар. И также, в свою очередь, продавцы не хотят и не могут продавать эти товары ниже стоимости, которую они вложили. Они это вырастили, привезли, доставка, бензин, аренда продажного места и так далее. В общем, эти видео завирусились. Конечно же, люди разделялись мнением из разряда «дайте бедным», «что это за дело принципа» и так далее. Кто-то, наоборот, поддерживал и говорил, что «я понимаю, о чем вы, я вместе с вами, так экономически, такая ситуация не может дальше продолжаться». В общем, была и поддержка, и осуждение этих действий. Знаете, я бы сказала по ощущениям, что это разделилось примерно публика, зрители 50 на 50 процентов. Резкого какого-то перекоса в одну сторону не наблюдалось. В Денизли продолжаются раскопки археологические. Там нашли артефакт, которому 2100 лет. Это голова Гигеи, это богиня чистоты и здоровья в греческой мифологии. Ее обнаружили в древнем городе Ла-Дике. Там же продолжаются сейчас эти раскопки. Прекрасно выглядит, не сильно поврежден этот артефакт. Очень интересно, что же у нас там найдется еще, какие-то еще ценности исторические. В свою очередь, Турция отправила 24 тонны гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения людям в Афганистане. В состав груза вошли 2000 одеял, 14300 килограмм продуктов питания и 7 тонн медикаментов, каких-либо лекарств для помощи людям. Вот такие новости на данный момент в Турции. Спасибо за ваше внимание. Ставьте лайк, обязательно оставляйте комментарии по новостям, которые я сегодня озвучила. Что вы думаете по этому поводу? Увидимся с вами в следующем выпуске новостей. До встречи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok